приветствую вас во второй части по вязанию кофточки мы с вами провязали высоту под рукавчиком то есть высоту всей кофточки как я вам и говорила я провязала 21 сантиметр не считая нашу резинку верхнюю горловинку вот начиная под ней до конца провязала 21 сантиметр у меня на планочке 5 петелек 1 2 3 4 и 5 то есть вот они мои петельки и я еще хочу расположить шестую петельку но она у меня будет располагаться как и первое в резинке нашей теперь снизу нам нужно будет провязать такую же резиночку как и сверху то есть я вам советую посчитать количество рядов которые вы провязывали резинки сверху посчитать количество вы можете по косичке вот этим по лицевым петелькам такое же количество я вам советую сделать и снизу можете померить сантиметром но так как это маленькая вещь что я все-таки советую вам считать количество рядов и так в общем если вы вязали по моим так сказать расчетам и делали так сказать по моим советам увеличение если вам нужно либо уменьшение кофточки то у вас должно совпасть то есть вот начиная с первой планки по так сказать последнюю нашу по вторую планочку должны количество петель ложится правильно таким образом смотрите мы начинаем с вами формировать снова резинку один на один кромочную снимаем далее у нас идет лицевая провязываем лицевой изнаночную провязываем изнаночной и так далее провяжем нашу планку из шести петелек затем у нас идут лицевая гладь лицевые петель мы так и продолжаем провязывать вот мы закончили планку изнаночной значит далее у нас идет лицевая затем изнаночная изнаночную провязываем за заднюю стеночку чтобы не было перекрещены есть в этом ряду мы провяжем изнаночную за заднюю стеночку и так продолжаем провязывать изнаночная лицевая, изнаночная лицевая до, так сказать, до нашей следующей планочки, в конце кофточки, так скажем, в конце этого ряда. Провязываем лицевая, изнаночная, первый ряд резинки один на один, нижней нашей, то есть которой мы заканчиваем кофточку. И вот мы дошли до планки, как я вам и говорила, если вы делали по правильным, так сказать, по моим расчетам, ну, насколько они правильные решать вам, но, в общем, по моей кофточке, так сказать. Смотрите, у нас, благодаря тому, что мы прибавили четное количество петелек, так сказать, на спинке, на переде, то она закончилась на изнаночной петельке. И у нас планка продолжается, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая, изнаночная, кромочная, как всегда, у нас изнаночная. Вот, смотрите, у нас полностью целый ряд совпало, так сказать, мы начали с планки правильно вязать, то есть лицевая, изнаночная, так и закончили на планке лицевая, изнаночная, то есть у нас петельки совпали. И теперь продолжаем провязывать резинку такую же, как у нас сверху. Размеры хотите, еще раз повторюсь, можете измерить, хотите можете посчитать количество рядов. И не забудьте, если у вас здесь нужна еще петелька, то есть по размерам, по расстоянию, у меня вот нужна как раз, то я где-то еще провяжу туда обратно, так сказать, и сделаю еще последнюю свою шестую петельку, дырочку. Я вам говорила, что через 3,5 я провязывала, но мне так на глаз я мерила, а вот сейчас я точно, так сказать, вам скажу, сколько у меня между, так сказать, петельками. Если вы делали чаще, то, соответственно, делаете чаще и последнюю петельку. Вот у меня от петельки до петельки, ну вот где-то 3,5-3,7, если быть точно, у меня четко я по количествам ряда считала, то есть у меня между петельками 12 рядочков. В одном, во втором 12 рядочков, в третьем 12, снова 12, и вот здесь я точно так же где-то по серединке посмотрю по количеству рядов, если у меня не совпадет, то где-то приблизительно по серединке резинки, как и в начале сделаю. То есть вот таким вот образом сделаю последнюю петельку. Итак, делаем резиночку, и я вам покажу, как мы будем ее заканчивать. Я сделала последнюю петельку, шестую, и теперь, провязав резиночку, буду ее закрывать. Обрезаем ниточку максимально длиннее и вставляем в иголочку. Будем закрывать наше, так сказать, вязание резиночки трикотажным швом. По приблизительно вот такой схеме мы будем делать. Смотрите, у нас первая кромочная, но следующая лицевая, поэтому по резинке у нас кромочная, это изнаночная. Вводим, так сказать, за переднюю стеночку, вот так вот иголочку, и в образовавшуюся петельку продеваем вот так вот иголочку. То есть мы как бы закрепляем начальную ниточку нашу. Вот так вот закрепили. Теперь делаем то же самое, только с задней стороны. Вот так вот вводим иголочку сзади петельки и снимаем на иголку. Затем вводим в лицевую, за, но не снимаем. Снова у нас образовалась петелька. Вот так вот мы в нее вдеваем иголочку и протягиваем ниточку. Затягиваем среднюю, ну то есть, чтобы сказать, что слабенько, чтобы было, тоже не надо, потому что оно будет у нас край такой не очень красивый. А так подтягиваем красивенько. Теперь у нас первая лицевая, значит вводим перед. Вот так вот снимаем на иголочку и в изнаночной тоже вводим перед. Снова вот так вот подтягиваем нашу ниточку. У нас образовалась петелечка. В нее с задней стороны продеваем иголочку, тоже затягиваем. Теперь у нас первая петелька на спице изнаночная, значит вводим сзади нее. Снимаем на иголочку и лицевая тоже вводим за. Но смотрите, мы будем в лицевую вдевать, вот так вот переворачивая. Вот так вот вдеваем сзади, в образовавшуюся петелечку продеваем иголочку и ниточку затягиваем. Первая у нас лицевая, значит вводим перед, снимаем на иголочку и следующую изнаночную тоже вводим перед, то есть как бы с левой стороны. В образовавшуюся петелечку продеваем иголочку и затягиваем. Снова у нас первая изнаночная, значит вводим с правой стороны, сзади. И вот эту лицевую нам нужно переодеть заднюю стеночку, так сказать, вперед поставить. Тоже вводим с задней стороны и продеваем иголочкой в петелечку. Вы можете посмотреть видео, как закрывать трикотажным швом резинку один на один. Вам, я думаю, более будет понятно, потому что у меня камера сейчас не очень, так сказать, четкая. Поэтому посмотрите, кто не понимает, как делать, то посмотрите видео отдельное. Итак, у нас первая лицевая, значит вводим с левой стороны, изнаночная вводим слева. Но первую снимаем, вторую не снимаем петельку. Теперь снова в образовавшуюся петельку вдеваем ниточку. То есть благодаря вот такому закрытию у нас край эластичный, красивый, резинки. То есть без всяких там косичек в конце. То есть хотите, можете закрыть край классическим способом. То есть где лицевая петелька, провязываете лицевую, затем где изнаночная, изнаночную. И делаете протяжку. Посмотрите, у меня классический способ есть, поэтому я его сейчас показывать не буду. Итак, первая изнаночная, значит вводим с правой стороны. Затем вторая лицевая, мы ее разворачиваем и тоже вводим в нее. В образовавшуюся петельку, вот так вот продеваем иголочку и затягиваем. У нас первая лицевая, значит вводим с левой стороны. Снимаем изнаночную, просто захватываем с левой стороны, не снимая петельку, ниточку. Теперь снова изнаночная. Изнаночную вводим за. Лицевую вводим тоже за, но повернув. И снова петельку, вот так вот продеваем иголочку. Лицевая, значит вводим спереди. Снимаем изнаночную, просто захватываем петельку, ниточку продеваем. И так, в общем, вот таким вот способом я буду закрывать. Схемку я вам показала. Хотите, можете по схемке, если вам удобно. Лицевую не забывайте разворачивать. Почему? Потому что у вас косичка должна красивенько лицевой ложиться. Мы здесь начали, так сказать, нам не очень важно здесь было. То уже здесь, далее, скажем так, мы будем разворачивать лицевые, чтобы у нас красиво заканчивался краешек. Итак, первая лицевая вводим перед. Снимаем изнаночную, просто продеваем спереди. И в образовавшуюся петельку продеваем ниточку. И так я буду делать до конца. Вот так у меня выглядит низ. Смотрите, красивенько. Резиночка растягивается и восстанавливается. Но какая жалость, закончилась ниточка. А еще нужно заканчивать. Поэтому я разворачиваю на изнаночную сторону. Пропускаю эту ниточку через, так сказать, вот эти вот косички внутренние. Ну, то есть через петельки. Закрепляю ниточку. Вот так вот продев, затем закрепляю ее. И оставляю. С изнаночной стороны она у меня, посмотрите, красивенько ее не видно. Теперь беру другую ниточку. Отрезаю, сколько мне, так сказать, нужно. На глаз вы уже знаете, сколько у вас ушло. На вот эту часть, так сказать, большую. То здесь нам нужна не слишком большая. Но я так отрежу, чтобы мне было с запасом на всякий случай, так сказать. Тем более у меня это сторона, где, так сказать, будут пуговички. Поэтому если у меня останется ниточка, я ее просто пущу на пришивание пуговицы, так сказать, с вот этой стороны. Поэтому точно так же я ее подгоняю, так сказать, вот здесь вот. К тому месту, где я начинала прятать предыдущую, так сказать, ниточку. И вот так вот я ее подтягиваю. Вот, аккуратненько. Точно-точно так же, как я прятала, точно так же и подтягиваю. Вот так вот подтягиваю, подтягиваю ее. Максимально незаметно для того, чтобы ее не видно было. И вот я пришла к тому месту, где прятала ту, так сказать, ниточку. Вот у меня получилась одна спрятана и вторая. Посмотрите, их практически не видно. То есть даже не на камере их на самом деле не очень видно. Поэтому здесь вот я закончила на лицевой. Поэтому я продолжаю с лицевой петельки, то есть перед, так сказать, петелькой ввожу ниточку. И точно так же продолжаю. Теперь у меня изнаночная. Разворачиваю лицевую. И теперь вот эту образовавшуюся петельку продолжаю вводить, так сказать, ниточку. То есть вот этого перехода, как вы видите, его не видно. И дальше продолжаете точно так же обрабатывать, как и здесь. После того, как мы закончили резинку, вот о чем я говорила, у меня осталась ниточка. Я ею потом пришью пуговички с этой стороны. То есть я ее пропущу такими же тайными швами, как я вам показывала вот здесь, как присоединять. Честно говоря, вот я даже не вижу присоединения. Вот, смотрите. Сейчас я сосредоточусь. Вот здесь у меня должно было быть где-то присоединение. В общем, с этой стороны. И теперь я его точно так же пропущу. Ниточку пропущу через тайными швами, так сказать, по косичке. Через вот эти вот петельки. И пришью вот здесь, вот так сказать, пуговичку. В общем, суть, чем вы будете пришивать потом, что вы будете пришивать, вы решите сами. Вот. А мы продолжим делать рукавчики. То есть смотрите. Перед тем, как делать рукавчики, посмотрите, как вы затянули вы сильно плотно или нет. Померите, чтобы у вас вот эта резинка растягивалась на, ну, допустим, если у вас объем груди, объем талии 51-52, то есть чтобы у вас растягивалась на объем талии. По ходу носки оно все равно у вас немножечко со временем потянется, то есть после стирки. Поэтому сейчас у вас важно, чтобы было, так сказать, был запасик растяжки. То есть не сильно плотно и в то же время не сильно, чтобы оно такое растянутое было. Итак, в общем. Вот здесь у нас петельки, получается, с левой стороны, с левой стороны кофточки на правой стороне от нас, вот так вот, на правой полочке. И теперь мы с вами продолжим вот так вот провязывать наши рукавчики. И еще один момент я хотела сказать, померяйте, чтобы у вас был, так сказать, запас сантиметров. То есть у меня должна быть высота от шеи до талии 19 сантиметров. Но я делала с запасиком небольшим, то есть я вам говорила, чтобы, так сказать, не подтягивалась наша кофточка сильно высоко. Поэтому я измеряю от конца резинки до начала следующей резинки. Вот у меня 20 сантиметров, всего у меня 23 сантиметра, то есть до конца резинки. И от начала до конца горлышко 26 сантиметров всего. Вы смотрите, сколько вам нужно, и мы продолжаем. Вот, как вы видите, я связала уже один рукавчик. Мы будем вязать второй рукавчик, а вы потом самостоятельно по второму свяжете первый. Вяжутся они абсолютно идентично. Я не довязала, так сказать, последний ряд. Я не сделала трикотажный шовчик нашей резинки, как мы делали с вами снизу. Лишь потому, что у меня резинка, так сказать, ниточка, резиночка вот здесь довязана точно так же. Ботик или меланжевая ниточка или батик. В общем, только потому не закончила я, так сказать, до конца шовчик, чтобы потом мне можно было, так сказать, второй подобрать идентичный по цвету. По крайней мере, максимально приближенный к этому. То есть я хочу сделать такую же зеленую полосочку и уже там посмотреть, из чего у меня будет состоять резинка, из каких цветов. Вот, только поэтому я не закончила. Все остальное вяжете точно, точно так же. То есть я здесь пропускала вот такой вот жгутик по всему рукавчику до вот этой вот резиночки. То есть вот у меня резинка один на один. Как у нас начиналась кофточка, как заканчивалась кофточка, точно так же и у нас на рукавчиках. То есть до самой резинки я пропускала жгут через весь рукавчик. Так же сделала три убавления, вот здесь вот по две петельки в каждом ряду и вязала круговую на трех спицах. То есть вот, смотрите, у меня осталось из-за того, что я вязала круговую, вот такая дырочка. Но вначале при наборе, так сказать, провязывания я оставила вот такую небольшую ниточку для того, чтобы потом аккуратненько с внутренней стороны вот это вот отверстие, так сказать, пришить, прошить. Вот. Если же вы будете вязать на двух спицах, то есть туда-обратно, прямыми-обратными рядами, то у вас здесь просто будет потом шовчик, который вы сошьете. Я вам советую все-таки вязать в круговую, как у меня, для того, чтобы потом у вас не было лишних швов. То есть, как и здесь, у нас не было с внутренней стороны никаких швов, никаких пришиваний рукава. Точно так же и с внутренней стороны, посмотрите, круговое вязание, все аккуратненько. Единственный маленький-маленький шовчик будет у нас вот здесь вот под мышками. То есть, я думаю, что вы его сделаете аккуратненько, потом пришьете просто, чтобы не было, так сказать, никаких отверстий в соседних петельках. То есть, вы потом все подтянете аккуратненько, красивенько. я думаю с этим вы справитесь самостоятельно тут пришить ничего так сказать не стоит поэтому мы с вами будем в общем вязать 2 рукавчик я предварительно уже набрала на 3 спицы одинаковые по диаметру как я вам уже и говорила вот так вот все петельки каким образом я расположила у меня на первой спицы и на 3 по 15 петелек а на средней то есть вот этой верхушки где у нас жгутик у меня одет жгутик 2 изнаночные по бокам и по четыре с каждой стороны то есть 16 петелек на средней спицы по 15 и 16 на средний то есть берете на среднюю жгутик если у вас есть либо какой-то узор располагаете в общем на свое усмотрение я расположила так поэтому буду провязывать вот таким вот образом и еще раз повторюсь буду вязать круговую то есть провязывать вот эти три спицы 4 для этого я беру ниточку если у вас однотонная либо полосочка вы уже смотрите по своему усмотрению я беру зелененькую так как у меня здесь продолжение шло зелененьким цветом я присоединяю ниточку и немножечко не забудьте оставить для того чтобы потом зашить отверстие которое получится после кругового провязывания и так в общем провязываем эту спицу полностью лицевыми петельками но обязательно смотрите чтобы петельки ложились красивенькой косичкой то есть чтобы они были не перекручены не перекрещены просто эту спицу провязываете лицевыми петельками первую затем у нас будет спица со жгутиком мы там точно также будем провязывать да еще один такой момент обратите внимание если вы вяжете в круговую то жгутик у вас будет разворачиваться то есть повороты жгутика будут каждом восьмом ряду то есть провязываете после поворота 1 ряд 2 ряд 3 4 5 6 7 8 будет у вас повороте если вы вяжете прямыми обратными рядами как мы с вами делали в начале так сказать при увеличении реглана то провязывайте в каждом четвертом лицевом ряду то есть правил делайте перекрещивание 3 лицевых ряда соответственно изнаночные между ними и в четвертом ряду делаете перехлёст перекрещивание у нас получается сейчас правую сторону и так провязываем со второй спицы 4 лицевые далее у нас идет изнаночная и мы провязываем снова наши петельки жгутика лицевыми то есть просто без поворота у нас поворот уже был поэтому вот так вот без поворотика провязываем лицевыми это у нас получается заканчивается первый ряд и так мы с вами провяжем если у нас был поворот предыдущем ряду то мы с вами должны связать 8 если же у вас там как-то по-другому ой 7 простите рядов 7 8 мы будем делать перехлёст если у вас как-то по-другому то вы соответственно уже смотрите либо можете не считать ряды многие кто уже так сказать и знаком со жгутами просто уже на глаз делают перехлёст и то есть вот смотрите мы подошли при главной последней линии и и тоже провязываем лицевой теперь разворачиваем первой нашей спицы из замыкаем в круг то есть первую с последней замыкаем вот так вот провязываем дальше лицевые наши просто продолжаем то есть первую спицу провязываем лицевой и так далее то есть кто еще раз буду повторяться кто знаком уже со жгутами делаете на свой взгляд поворот и то есть либо арана и либо какие-то у вас там будут свои узоры а так пока продолжаем сказать так сказать до следующего поворота жгутика будем провязывать без изменения изнаночные по межгутика по обеим сторонам провязывайте за заднюю стеночку то есть чтобы они у вас не перекрещенные были изнаночные за заднюю стеночку так как это у нас круговое вязание то есть как в резинке один на один и так провязываете наш рукавчик по кругу до перекрещивания то есть до перехлёста следующего если же вы провязали два ряда то вам еще нужно провязать 5 рядов если вы провязали 3 ряда соответственно 4 в общем в каждом восьмом ряду перехлёст поэтому провязываем всего 7 рядов восьмом мы с вами будем делать перекрещивание в правую сторону и так мы привязали 7 рядов приступили к восьмому ряду я провязала первую спицу 8 ряда теперь провязываю 4 лицевых петелечки со второй спицы 1 изнаночную и беру дополнительную пятую спицу ей мы будем делать поворотик поворот мы будем делать в правую сторону на втором рукаве в левую сторону поэтому для тех кто делает со мной в правую сторону 3 снимаем петельки на дополнительную спицу и следующие 3 провязываем просто лицевой затем возвращаем с дополнительной спицы и провязываем 3 первые петельки которые оставляли за работой лицевой теперь смотрите для тех кто вяжет второй рукав вам нужно будет 3 первые петельки оставлять перед работой а низа и провязывать затем вторые 3 петельки возвращаться провязывать первые 3 петельки и довязываем дальше изнаночная 4 лицевые и третья спица и снова вам нужно будет провязать всем рядочков по кругу все петельки лицевые встретимся с вами на следующем восьмом ряду я провязала еще 7 рядочков и в начале то есть вот смотрите где у нас дырочка начало ряда получается уже по счету 16 то есть 8 первых 7 вторых и вот сейчас получается 16 8 ряд 2 1 8 ряд 2 первые петельки провязываем вместе лицевой затем эту спицу провязываем все петельки как обычно лицевые и со второй спицы первые 4 петельки тоже провяжем лицевые и так первая спица готова далее 2 первые 4 провязываем 4 лицевые изнаночную провязываем и снова делаем перекрещивание нам нужно перекрестить правую сторону поэтому на дополнительную спицу первые 3 петельки снимаем и оставляем за работой если вы провяжете вторую так сказать второй рукавчик то оставляете перед работой не забывайте и провязываем следующие 3 возвращаем с дополнительной спицы первое что оставляли 3 провязываем их тоже лицевой обратите внимание за переднюю стеночку чтобы не было перекрещивания теперь довязываем изнаночную 4 лицевых и следующую спицу довязываем все петельки лицевые то есть так мы с вами завершили так сказать завершаем 16 ряд снова 7 рядочков провязываете лицевыми петельками то есть по рисуночку у нас кроме наших двух изнаночных вокруг желудка провязываете снова продолжаете до следующего восьмого ряда но кроме двух последних две последние петельки мы провяжем 2 лицевые вместе то есть мы в начале вязания провязали в ряду так сказать две начальные первые петельки и две последние петельки в этом ряду мы провязываем 2 вместе теперь мы с вами провязали получается одно убавление следующие 7 рядов продолжаете провязывать точно так же как мы с вами провязывали лицевые то есть до следующего убавления и перекрещивания которые будут через 7 рядочков провязали 7 рядочков и снова в начале восьмого ряда делаем 2 петельки вместе лицевой провязываем далее до конца этой спицы провязываем все петельки как всегда лицевые и снова приступаем провязывание второй спицы вторая спица пока как всегда 4 наших лицевые изнаночная провязываем все по рисунку 3 и 4 и изнаночная и снова берем дополнительную пятую спицу 3 первые петельки снимаем на дополнительную спицу оставляем за работой и снова провязываем 3 лицевые вторые 3 лицевые возвращаем с дополнительной спицы за переднюю стеночку и теперь довязываем до конца этой спицы изнаночную 4 лицевые и провязываем третью спицу все петельки лицевые кроме двух последних они у нас провяжутся лицевой вместе две последние вот так вот провязываем все лицевые осталось две последние снова и не обычно переворачивая чтобы у меня главное так сказать была первая петелька чтобы красивенько ложилась вы хотите можете просто провязывайте две вместе обычным способом и так снова провязываем наши 7 привычных лицевых рядов довязали снова 7 рядов и делаем в восьмом ряду две первые вместе провязываем лицевой затем до конца эту спицу провязываем снова лицевыми в общем все как два раза мы делали так делаем и третий последний раз то есть в начале ряда и в конце делаем убавление и делаем перекрещивание на правую сторону и так довязываем 4 лицевые изнаночная берем дополнительную спицу 3 петелечки оставляем за работой провязываем вторые 3 петелечки и и затем с дополнительной спицы провязываем первые 3 петелечки оставленные за работой довязываем лицевыми и теперь не забудьте в конце ряда сделать снова очередное последнее убавление и затем просто провяжем два ряда лицевыми петельками по кругу то есть не 7 а просто два ряда вот довяжем сейчас последнюю третью спицу две последние петельки провяжем вместе лицевой вот я их разворачиваю чтобы у меня первая петелька была главная провязали вместе лицевой и теперь два ряда провяжем по кругу лицевыми петельками провязали два ряда лицевой глади и если хотите если вам кажется что это мало так сказать отступили мы от наших убавлений провяжите еще пару рядочков и начинаем формировать резинку один на один как мы с вами делали конце так сказать нашего вязание и так провязываем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так провязываем до конца по кругу лицевая и изнаночная там где у вас вот здесь вот где рисуночек изнаночные лицевые может не совпасть в одной петелечки но это ничего страшного в принципе вот смотрите изнаночная пошла лицевой ничего страшного мы просто уже будем заканчивать наш узорчик то есть узорчик тоже провязываете сам непосредственно лицевая изнаночная но изнаночная совпала с изнаночной поэтому провяжите за заднюю стеночку то есть чтобы красиво и ровненько легла наша резиночка то есть петельки красивенько и ровненько были расположены вот довязали лицевая изнаночная и провяжем еще несколько рядочков то есть это по вашему желанию хотите померяйте рукавчик если вам так сказать он уже более чем достаточно то провяжите буквально рядочка 4 если он вам коротковатый то либо можете довязать еще лицевой глади пару рядочков либо просто увеличите резиночку хотите сделайте отворотик в общем на ваше усмотрение и теперь второй ряд как и все последующие провязываем над лицевыми лицевые петли над изнаночными изнаночные изнаночные провязывайте за заднюю стеночку для того чтобы были не перекрученные петельки чтобы все ложилось красивенько и гладенько желательно сейчас просчитайте количество рядов которые вы сейчас будете провязывать резинки для чего для того чтобы на втором рукавчике провязать такое же количество рядов резинки или просто по сантиметрам посчитайте ну рядов будет более точно и красиво и так в общем провязывайте резиночку высоту и точно также трикотажным швом как мы с вами заканчивали снизу точно также обрезаете ниточку вдеваете в иголочку либо просто заканчиваете обычным классическим способом резинки один на один то есть чередуя изнаночные лицевые с протяжками в общем я надеюсь что вам все осталось понятно доделываете этот рукавчик и приступаете точно также делать к следующему то есть провяжите один поворотик делаете через так сказать 8 через 7 рядочков полный на восьмом ряду сделаете раз убавление затем снова через семь второй раз убавление через семь рядов третий раз затем два ряда либо как вы здесь провязывали два или четыре ряда точно также все делать и провязывайте такое же количество рядов резинки один на один заканчивая трикотажным шовчиком я думаю все здесь понятно если что в комментариях оставляйте вопросики обязательно отвечу по мере возможности поэтому в общем продолжаем делать наши рукавчики для тех кому так сказать нужно будет посмотреть как делается карманчики переходите по третьей части газания карманчика на вот эту кофточку регланную если же вам достаточно и такой регланчик а кофточки то просто заканчиваете рукава пришиваете пуговички ваша кофточка готова и так в общем заканчиваете рукавчики жду вас третьей части